Здравствуйте! Вы смотрите программу «Бизнес-клуб». Сегодня мы направляемся в клинику к доктору Михаилу Патину, где будем наблюдать за операцией по удалению нежелательных кожных образований. Многопрофильная клиника доктора Михаила Патина находится в Нью-Йорке, отделение в Бруклине и Квинсе. Здесь проводятся консультации и лечение по многим направлениям – дерматологии, косметологии, физиотерапия. При клинике открыто отделение скорой медицинской помощи, куда можно обратиться при незначительных травмах и недомоганиях. Одним из направлений клиники доктора Михаила Патина является удаление нежелательных кожных образований. Иногда совсем неприметная родинка или бородавка на вашей коже может нести реальную угрозу организму. Сегодня на примере одного из своих пациентов доктор Михаил Патин покажет, как проходит удаление нежелательных кожных образований. Прежде всего, перед тем, как приступить к конкретным лечащим или профилактическим процедурам, врач должен обязательно исследовать общее состояние кожи, сосредоточить пристальное внимание на негативных проявлениях и образованиях, которые могут представлять угрозу организму. Вот у нас сегодня пациентка Ольга пришла с кожными образованиями, хочет посоветоваться. Вот мы и посмотрим, и дадим совет. Что я вижу на спине у Оли? Много различных образований, но они, в принципе, неподозрительные, ничего страшного в них нету. Большие пятнышки, молы, кератозы. Это все возрастные изменения, которые можно наблюдать и не надо удалять. Здесь одно образование, я вижу, выпуклое. Видите, такого неравномерного цвета, негомогенного. Немножко увеличенное, больше 6 мм, с ровными краями. Но я бы его удалил бы. И, конечно, послал в лабораторию. К слову о лаборатории, мы посылаем в специальную кожную лабораторию, которая делает только анализы кожи. В данном случае у нас будет удаление, как мы говорим, хирургическим путем, под местной анестезией. Сначала обезболивание. Лидокаином. Маленькой иголочкой. Пациент почти не чувствует. Такой маленький пинч. Правильно, Оля? Раз, две секунды. Все, обезболивание прошло. Теперь следующий этап. Это обработка кожи. Поменяем перчатки на стерильные. Обрабатываем так называемое операционное поле. Пациент не чувствует ничего. Комфортабельно. Правильно, Ольга? Как там дела? Все хорошо. Данное удаление мы делаем с помощью нескольких инструментов. Это пинцет и ножницы. Конечно, острые. Как вы видите. Вот две секунды и ничего нет. Правильно? Сейчас вы наблюдаете. Все идет в баночку, которая уходит в кожную лабораторию. Теперь что нам осталось? Наложить шовчик один, чтобы эту дырочку закрыть. Сейчас медсестра мне поможет подать инструменты, потому что я остаюсь стерильной. Кстати, у нас инструменты все обрабатываются в автоклаве. Специальный хирургический автоклав. Вот шовный материал. Тоненький. Самый тоненький. Номер шесть. Вот мы это делаем. Раз, два. Очень просто. Легко. Раз, два. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Получилось. Очень красиво. Ничего не видно. Через неделю Оля придет к нам, мы снимем этот шовчик. И все. И получим результат с лаборатории. Будем знать, с чем мы имеем дело. Вот и все. Операция закончена. Давайте сегодня еще раз коснемся методов удаления нежелательных кожных образований. Хирургическое и нехирургическое удаление кожных образований зависит от вида образования. Это бывают бородавки, кожные пятна. Мы можем удалить нехирургическим путем. Если есть образование определенных размеров, определенной выпуклости, определенной локализации на коже, мы удаляем это хирургическим путем. Я уже сказал хирургическим путем, это последствием скальпеля, ножниц. То есть острым путем. Та же пациентка Ольга только перевернулась на бок. И мы будем удалять ей другое кожное образование. На вид это похоже как сиборейный кератоз. Но я не уверен. И пациентка чувствует себя некомфортабельно, имея это образование. Что мы сделали? До начала процедуры мы намазали кожу кремом обезболивающим. Вот она побыла с ним 20 минут. И теперь мы покажем, как мы делаем удаление образования без укола и не острым путем, а тупым путем, кюреткой. Уберем это буквально за несколько секунд. Вот я убираю крем с кожи, алкоголем. Вот вы сейчас видите это образование. Небольшое темное выпуклое образование, негомогенное. Сейчас я с помощью хирургической кюретки. Вот что мы делаем. Все. Оля, как чувствуешь? Отлично. Не больно, даже приятно немножко. Место образования осталось маленькая дырочка белого цвета, которая заживет через неделю, прикладывая антибиотики. Я имею в виду антибиотиковый крем. Вот и все. Ольга, как вы чувствовали себя в течение операции? Отлично. Когда делали укол, был небольшой пинч, правильно? Потом вы ничего не чувствовали. Второе образование мы убрали под крепом, который полежал на коже минут 20-25. И что-то чувствовали? Нет. Вот и все. В каких случаях кожное образование может перейти в злокачественную опухоль? Самое опасное и злокачественное образование на коже – это меланома. И мы этого боимся, и все должны этого бояться, и за этим надо смотреть. И мы это проводим в профилактику. Профилактика – это осмотр кожи. И, конечно, предупреждаем. И иногда делаем биопсию, когда мы сомневаемся. Отправляем мы это в специальные кожные лаборатории, которые занимаются только диагностикой заболеваний кожи. В клинике доктора Патина также особое внимание уделяется косметическим процедурам. Сегодня каждая женщина в возрасте после 40 лет прекрасно знает, что такое ботокс, дживидерм и радиест. Ну а что подходит именно вам? Касаясь лба, у вас есть мелкие морщины, которые мы можем исправить с помощью ботокса. У вас есть гусиные лапки, более глубокие по бокам, которые мы тоже можем исправить с помощью ботокса. Конечно, мешки, которые на висании, это только можно сделать хирургическим. Можно что сделать? Исправить вам эти уголки рта, немножко поднять их. Немножко можно сделать с рейдесом, наполнителем, посвятить его сюда, на кость, на верхнюю челюсть, и оно поднимет вам носогубные складки и наполнит вам эти ямочки, которые уже осели и потеряли коллаген здесь. Поэтому мы вот сюда можем подтянуть, это исправить ботоксом, это ботоксом. Но здесь большая работа. Губы можно сделать, это так называемый smoking lines, в линии курильщиков, хотя вы не курите. Здесь немножко можно сделать с ботоксом и немножко с наполнителем, но в основном можно с ботоксом поправить. Морщины приводят в уныние многих женщин, ведь это первый признак старости. Лицо не прикроешь одеждой, оно всегда на виду. Морщины не спрячешь за сильным макияжем, под слоем пудры они будут проявляться еще сильнее. Именно лицо в первую очередь и выдает наш возраст. Современная косметология предлагает справиться с этой проблемой с помощью ряда омолаживающих процедур. Самая известная – косметология ботокс. Эстетическая медицина включает в себя, как вы сказали, препараты ботокса, джувидерма, радиеса, болитера и несколько новых препаратов, новых технологий. В первую очередь ботокс. Что такое ботокс? Это ослабленный токсин ботулинизма. Если я не ошибаюсь, в 100 тысяч раз. И, конечно, когда токсин ботулинизма не ослабленный, не разведенный, это смертельный продукт, но ослабленный 100 тысяч раз, он оказывает лечебное действие, лечебное и косметическое действие на морщины. В первую очередь ботокс применяется на лбу и по бокам глаз, на гусиные лапки, так называемые, до уровня носа. Ниже уровня носа применяются филеры, наполнители по-русски. К ним относятся такие названия, как растелан, которые почти уже не применяются, джувидерм, радиес, болитера и другие новые продукты, которых вы еще не слышали. История ботокс насчитывает три десятилетия. Впервые ботокс был использован в 1980 году в США у больных с косоглазием для устранения мышечного спазма. Позже препарат активно применяли в неврологии. Тогда-то и был впервые замечен уникальный эффект ботокс. Инъекции ботокса давали побочное действие. У пациентов полностью исчезали морщины вокруг глаз и в области лба. Сейчас мы покажем вам, как мы делаем филеры, наполнители. У нас сегодня пациентка, которая уже, конечно, была у нас не первый раз, и чувствует комфортабельно в нашем офисе, и безболезненно переносит эти процедуры. Сейчас у нас наш специалист, медсестра, раристернерс Инна, подготавливает шприцы для процедуры. Вот сейчас Инна обрабатывает лицо алкоголем. Делает это чистенько, все стерильно старается. Вот, процедура началась. Как вы видите, маленькими порциями Инна вводит. Продолжение следует... Насколько хватает действия ботокса и других наполнителей? Длительность уколов ботокса от 4 до 5 месяцев. Что касается побочных эффектов, то их почти нет. К побочным эффектам относится легкая головная боль, которая почти что никогда не возникает. Люди не жалуются. Ботокс работает быстро, качественно, долговременно. Расшифруем. Инъекции ботокс начинают действовать уже на вторые сутки. В течение 2-4 недель эффект более и более усиливается. Сохраняется результат в среднем 4-6 месяцев и зависит от скорости разрушения вещества метаболизирующими системами пациента. Повторные инъекции позволяют достичь более длительного эффекта уже до 6-9 месяцев. Благодаря одному уколу можно надолго забыть о своих проблемных зонах. Самое главное здесь – профессионализм врача, проводящего процедуру. Доктор, скажите, пожалуйста, а насколько эта процедура популярна сегодня среди мужчин? Хороший вопрос. Да, мужчины отстают, конечно, от женщин на сегодняшний день. Но если взять процентом отношений женщины 100%, мужчины будут 40-50%, которые пользуются уколами ботокса. Сегодня в офисе доктора Михаила Патина мы стали свидетелями двух косметических процедур. Удаление нежелательных кожных образований и введение препарата ботокс. Обследование, осмотр кожи, обследование дерматолога необходимо производить раз в год. Особенно в наших районах, где мы летом подвержены солнцу, пляжи и так далее, ведет к различным кожным образованиям, нежелательным кожным образованиям. Я не говорю меланомы. У нас еще есть много кожных образований, таких как актиновый кератоз, сиборейный кератоз, различные пятна, которые возникают при воздействии солнечной радиации. Пожалуйста, придите в офис. Это может спасти вам жизнь. Очень скоро наступит лето, и прямые солнечные лучи будут падать на нашу кожу. По рекомендации врачей мы будем пользоваться кремами, одевать головные уборы, но самое главное – не забывайте посещать врачей, чтобы убедиться, что родинка на вашей коже является лишь украшением. Это была программа «Бизнес-клуб». Оставайтесь с нами на телеканале НТВ Америка. Субтитры подогнал «Симон»! Завистливый видит, что Господь благоволит к его брату и поднимает руку свою на брату. И от ненависти, и от озлобления, от своего зависти убивает родного брата. Первое убийство историческое, описанное в Библии. Вот. Вот Господь прогоняет его, и сказано, и сотворил Каин город. То есть он пошел куда-то, значит, он на ком-то там женился, очевидно. Значит, ага. Все-таки были некие вот эти жены. Где он нашел, на ком жениться, если там было всего три человека, вот Адам, например. Да, да, да. То есть мы говорим, и я именно склоняюсь к этой теории трактования бытия, что Господь сотворил еще людей, да, он их называет вот дочери человеческие, но есть вот чадо Адама, которого называет вот это сыновья Божьи. По образу и подобию Бога, да, уже? Я думаю, что мы все созданы по образу и подобию Божьей, но вот именно в Адама вдохнут особенный такой дар.